Добрый день, друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем наши программы. Пятница, 9 декабря 2022 года. Я хочу сразу сказать о том, что день очень необычный. Я бы сказал, очень серьезный день. Но об этом мы поговорим в другой программе. А сейчас я хотел поздороваться Сергеем Митцевичем. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, значит, еще раз режиссер, сценарист, оператор, все в одном лице. Но самое главное – нет, а самое главное – человек, который поменял себя, поменял свою жизнь, можно сказать, почти на 180 градусов или на 360, не знаю. Во всяком случае, человек, который занимает сегодня совсем другие в жизни приоритеты. И вот мы сегодня поговорим о том, что есть знание, знание ум-разум и как изменить себя. Мы ведем программу, друзья, поскольку главный канал не работает, еще раз, но на других каналах у нас их много. Поэтому давайте мы начнем, Сергей. Ну вот ситуация такая, вот знание, да, вот первое. А что есть знание? А что есть знание, действительно? Как это ни странно, как это ни странно, это вопрос, на который как бы у нас нету такого четкого и ясного ответа, однозначно. Да? Вот. Я хочу немножко отвлечься буквально на одну секунду и озвучить то, что недавно я начал цикл передач под общим названием «Теория человека. Знание жизни» на канале «Сангейтс Санкт-Петербург». И понятие знания, оно лежит в основе теории человека. И она так и называется – «Знание жизни». Вот. Это передачи маленькие, они по 5-6 минут. Каждая из них является одним шагом вперед в этой теории. Знание. Нас всех с детства учат, и каждый, наверное, вспомнит, как мы учились, вот допустим, огонь, тянется детская ручка к огню, папа или мама говорит, будет больно, но ребенок не верит, ему надо попробовать. Да. И он пробует, плачет и запоминает навсегда. Это больно. Это есть процесс познания мира. Да? Да. И нам говорят, это и есть знание. Знание – это продукт процесса познания. Да? В том числе и научное знание. Да? Производится серия экспериментов, и в них выявляются различные механизмы, что работает тем или иным способом. Да? Это и есть одно из определений знания. Но есть еще одно определение. Так как мы исходим из позиции того, что человек – это существо, которое обладает сознанием и духовным миром. Да? У него есть два начала. Физическое начало. Начало природы, матери, планеты. Да? Вот. Но есть еще одно начало, о котором мы достаточно мало знаем. Это духовное начало. И знание, которое нам помогает понять себя, внутри себя, понять свою духовную структуру, свою составляющую, в том числе и свое мировоззрение. Вот это знание, оно имеет другое определение. Мы не можем понять и не можем потрогать то, что внутри нас, то, что внутри нашего сознания. Мы не знаем структуры, ни нашего мышления, понимаете? Ни внутренней структуры, как работает духовная составляющая человека. И эту информацию, не информацию, а это знание, мы должны получить. Вот это второй путь получения знания. Первый путь – опытным путем. Второй путь – это получение знания от авторитетного источника. От подтвержденного источника. Вопрос тогда сразу, Сергей. Где находится авторитетный источник? Для кого это авторитет? Как определить? Да, вот слово авторитет – это очень скользкое слово. Да, но вы его произнесли, поэтому… Я его произнес, к сожалению, я его, наверное, не хотел бы здесь произносить. Да, то есть знание исходит из проверенного источника, из источника, который подтвержден. То есть, более того, он не просто подтвержден, а мы должны получить доказательство того, что оно работает, это знание. То есть, это доказательство оставляют люди, которые в своей жизни следовали этому знанию. И исходя из того, что эти люди нам говорят, что это знание работает, да, что этому знанию тысячи лет, и сотни тысячи людей его применяли и получали положительный результат в своей жизни. Вот, что я имею в виду. Все-таки тысячи лет. Хорошо, замечательно. Оно проверено, кем проверено? Тысячами людьми, а десять тысяч людей не получили эти знания. Они считают это не так. Ну, сегодня мир, слушайте, ну, половина верит в Бога, половина не верит в Бога, к примеру, да? Ну, смотрите, Майкл, ну, все очень просто. Ну, о чем тут говорить, как бы? У каждого своя картина мира, в зависимости от того, где он родился, кто у него родители, в какой он стране родился, понимаете? Кто-то считает, что он произошел от обезьяны, да, и вот. И все нормально, и надо жить, и смысла жизни нет вообще. Смысл жизни заключен в самой жизни, как нас учили в Советском Союзе, понимаете? И он так живет и проживает свою жизнь, понимаете? А кто-то, кто-то в своей жизни встречается с ситуацией развития и понимает, что это знание, оно не работает. Мы не произошли от обезьян, и мы не продукт этой природы. У нас есть гораздо более глубинные структуры внутренние, да, которые позволяют нам развиваться и менять себя. Более того, если мы даже возьмем самый поверхностный срез учителей человечества, в том числе и учителей, которые стали основателями и были основателями крупнейших религий, да, значит, мы увидим, что все они говорят об одном. У человека есть два начала, и человек, чтобы обрести себя, должен измениться, понимаете? Вот там и находится духовное знание, знание о духовной составляющей человека. И если человек принимает эту позицию и говорит, да, я понимаю, что мне недостаточно вот этого мировоззрения, материализма, да, нет, я считаю, что в человеке есть более глубинные структуры, которые я хочу понять и я хочу реализовать. Вот он и обращается к этому знанию, к духовному знанию. Так, хорошо, допустим, но совершенно необязательно, и мир у нас сегодня такой, где человек воспринимает так, как информацию, вот мы сейчас беседуем, правильно? И кто-то воспримет эту информацию совсем не так, как вы, к примеру, хотите ее донести. Ну вот у нас, я знаю, что как раз-таки были в чате, вы участвуете в работе чата нашего Сангейса Underground, ну и там как раз-таки по поводу вашего выступления, прошлой передачи, которая была, ну вот кто-то по-другому воспринял информацию. Ну вот как вы бы могли объяснить свою точку зрения, ну или, так сказать, сделать сравнительный анализ, то, что говорит человек с вашей точки зрения, где сермяжная, как говорится, правда, с вашей точки зрения. Вы делали когда-то вот этот вот такой анализ, да? Ну да, я просмотрел эти комментарии. Ну давайте поговорим, но мы же... Я хочу, да, я хочу сказать, что это очень хорошо, что люди выражают свое мнение, да, и самое главное, наверное, что самое лучшее здесь, что у человека есть желание понять, да. Значит, хочу еще сказать... Хочу сказать одну вещь. В самом начале, вот здесь, когда мы говорили про знания, я хочу вернуться и подчеркнуть одну вещь, которая играет огромную роль. В чем же знание отличается от информации? Потому что это будет зависеть в дальнейшем моем ответе, да, мне необходимо четкое понимание, чтобы это было. Так вот, знание, информация, которая нас окружает и которой сейчас огромное количество, оно отвечает глобально на вопрос «что?». Что произошло? Что происходит? Что там? Что там? Какие-то обрывочные факты, обрывочные сведения о том, что происходит? То есть, информация, она идет нам в голову, она забивает нашу голову, переполняет, да, она, значит, а знание, знание, в чем отличие от информации? Что знание отвечает на вопрос «как?», «как» и «почему?», «почему» произошло то или иное?», «в чем суть этого явления?» и «почему это стало возможным?» Понимаете? Вот это знание, знание, оно взаимодействует с нашей внутренней структурой и помогает нам активировать процесс мышления. Когда мы активируем этот процесс, мы ищем ответ на вопрос. В нашем мышлении мы делаем множество разных операций. Это и синтез, да, то есть сравнение с другими, с другим знанием, с другими ситуациями. Это анализ, это разложение и то же самое сравнение. Понимаете? Процесс мышления, он направлен на некий результат. И знание, оно является активатором этого процесса. И знание направляет нас к цели, понять, в чем же суть, в чем суть, в чем механизм. Понимаете? И когда человек понимает суть, если это важное, духовное знание, которое для него критично важно, он способен принять его и изменить свою структуру ценностей. Он способен измениться благодаря знанию. Вот в чем его суть. Фундаментально знание имеет отношение к разуму, то есть к инструменту мышления созидающему. Понимаете? Вы считаете, простите, Сергей, вы считаете, что вот то, что вы сейчас говорите, вы измените систему приоритетов, ценностей человека, с которым была вот эта дискуссия? Нет, нет, потому что я считаю... Как вы никогда не измените? Нет, дело в том, что фундаментально любой человек может измениться. Любой человек может измениться. И если у человека есть направленность на поиск, на понимание, то он изменится. Только мы не знаем, когда он изменится. Понимаете? И в этом дело. Ну, вы же сейчас излагаете точку зрения, с которым он не согласен. Дело в том, что я вообще... В вашей стороне объясните. Дело в том, что я вообще не вижу его точки зрения фундаментально. Понимаете, в чем дело? Сейчас я объясню. Я поэтому предлагаю делать сравнительный анализ, как вы это видите, чтобы просто в сравнении понимать. Иначе же точка зрения против точки зрения, как всегда у нас, в том числе ситуации. Называется конкретно. Я хочу подойти сейчас к сути вопроса. Почему это вообще становится возможным и почему происходит? Потому что я считаю, что один из самых важных вопросов нашего времени – это вопрос того, что у нас слишком мало информации и нечеткое понимание, что такое ум человека и что такое разум человека. И в данном случае я расскажу конкретно ситуацию, которая произошла. Я выпустил вторую программу из цикла передач «Теория человека. Знание жизни». Это то, что сформулировал я. Она изложена на моем сайте «Развитие человека», который тоже имеет такое же название «Знание жизни». Вот эта вторая передача, она называлась «Мировоззрение развития». И в самом начале я озвучил, что такое мировоззрение. Это система представлений и знаний об окружающем мире человека. Это картина мира. Значит, передачи, каждая из них небольшая совсем, и каждая из них имеет свою цель – раскрыть только один аспект, один аспект, но раскрыть его ясно и четко, очень простыми словами. Данная передача, она была посвящена тому, именно знанию она была посвящена, что мировоззрение развития связано с тем, что человек является уникальным существом на планете, потому что он имеет развитую, открытую, духовную составляющую. Сознание он имеет в отличие от всего живого мира планеты. Он уникален, и поэтому, чтобы ему реализовать себя, чтобы понять себя, ему надо получить знание. Знание от кого? От того, кто является олицетворением духовности. Да. Этим олицетворением и является Бог. Созидающее начало, высший разум, творец. Вот была тема моей передачи. Значит, на нее Майкл мне прислал ответ из чата, некая, даже не ответ, а некая... Давайте я тогда поясню. Во-первых, прислал, допустим, я, почему? Потому что там в контексте вместе с вами упоминался я, который не имел никакого отношения к этой передаче. Поэтому я хотел бы, чтобы вы ответили. Но у меня я не убрал. Я считал, что я это все деликнул, да? Но у меня вот есть на экране, на моем экране, да, я вижу на другом мониторе, это не лекция о мировоззрении и развитии, а проповедь инквизитора. Набор противоречивых утверждений о верховенстве человека, деятельность которого далеко не украсила планета. Что по этому поводу можно сказать? Потому что апелляция ко мне совершенно здесь не к месту, потому что я не создавал эту передачу, ее создавали вы. Поэтому и вам надо было бы ответить. Вот, наконец, мы с вами встретились, и, наверное, вам в эфире надо как-то пояснить и объяснить. Но я услышал сейчас то, что я хотел услышать. То есть где источник, вы на него не ответили. Более того, сказали, что это источник знания, да? Ну вот только что вы сказали. И источник знания – это Бог. То есть там находится источник знания. Я могу даже это доказать, вообще так говоря. Но сейчас не ваша программа, поэтому давайте вот вы сейчас вот это вот объясните. Да, я когда прочитал этот комментарий, я могу вам просто описать, что я почувствовал. Давайте. Я первое, что почувствовал, какое-то огромное сожаление и чувство такого недоумения. Я даже растерялся, что это вообще такое. Ну, потому что, ну, во-первых, какие-то непонятные эпитеты и агрессия проповедь инквизитора. Я в первой передаче рассказал о себе, когда я в юности, как я пришел к Богу и чему посвящена эта теория человека, знания жизни. Как я стал, как я внутри себя поставил задачу прийти, и как я изменился внутри, и благодаря этому остался в живых. Просто, да, и тут звучат такие эпитеты, как проповедь инквизитора, набор противоречивых утверждений о верховенстве человека. Это еще не все. Оказывается, то, что предлагаете вы с Митцевичем, это уже почему-то обращение ко мне. Я на это дважды, удивительно, я на это дважды попытался обратить внимание, ответа не получил. То есть человек внет свою линию, свою точку зрения, но не ответил даже на то, а при чем тут Майкл, первое. Второе, а почему вы судите? Это был вопрос. А что вы знаете больше, вы знаете лучше? Это мы сейчас говорим не о конкретном примере у человека. Это меня, вообще-то говоря, я же даже имен не собираюсь, называть, в отличие от него, допустим, этого человека. Но я сейчас говорю о том, что, ведь люди-то читают это, они же это тоже люди слышат, правильно? Они делают свои выводы. И я категорически, допустим, я лично против, не то что агрессии, а против противопоставления. Потому что конфликтные ситуации, они приводят, понятно, к чему. Рано или поздно из искры, говорится, возгорится пламя. Но вот здесь написано, то, что предлагаете вы, Смитцевич, для секты. То есть, оказывается, Сергей, мы сектанты. Вы знаете, нам пора переходить. Вам не сектанты, а я, так сказать, апологен. Не знаю, а я просто. Масса. Пора переходить к уму от разума. Понимаете, в чем дело? Да, у вас написано. Ущербное представление мироустройства. Но в то же время, Бог во всем. Бог во всем. С этим никто не спорит. Но надо понимать один факт. Вот понимаете, в чем дело? Почему мне стало жалко-то? Жалко стало. Потому что здесь нет никакой любви и нет желания понять. А есть некая амбиция, амбиция даже задеть, даже не столько обидеть, задеть, унизить и поставить себя самого выше. Понимаете? Я знаю. К сожалению. То есть, это не имеет никакого отношения к разуму. Да. Но я не говорю, что это неразумный человек. Как бы нет. Просто человек так устроен, что иногда мы можем впасть в некое эмоциональное состояние, да. И мы можем перейти на уровень ума и на какую-то эмоцию отрицательную, да. И можем вот в этой эмоции что-то сказать. Люди все могут допускать ошибки. Но если мы допускаем такие ошибки, то через некоторое время мы это понимаем. И тогда говорим, извините, пожалуйста, да, вот я был не прав. Потому что да. Но в данном случае, к сожалению, почему чувство жалости? Потому что вот эта позиция, она очень, как сказать, ну, это позиция амбиции, которые ведут человека, позиция ложного эго, к сожалению, возвыситься, поставить себя выше и сказать, ну, вы же, ребята, вот вы такие умные. А на самом деле-то я умнее вас. Ну, тогда докажите это. Расскажите, напишите. Хорошо. Сергей, как дать определение разума? Вот. Разум, мы уже на эту тему говорили и будем говорить, понятно, да. Есть разные точки зрения, есть разные люди, которые как-то это определяют. Вот. Как вы определяете, допустим, и как бы вам хотелось. Вот вы готовы поменять сознание людей, допустим. Вот. Вы готовы там быть, скажем так, ну, где-то, так сказать, ну, не знаю, проповедником, учителем, да. Да, вот, мы же всех гораздо так давать советы, мы все страны советов ставим. Поэтому мы советчики, понимаете, советовать мы гораздо. Так вот, вы лично готовы? Вы же прошли этот путь, понимаете, или проходите, да? Да, я готов поделиться. Более того, я, в общем-то, здесь и нахожусь для того, чтобы поделиться. То есть я понимаю, зачем я говорю и для чего я говорю. Я говорю не для того, чтобы высказать свои какие-то там эмоции, да. Мне не надо этого. Значит, разум – это созидательная система мышления, позволяющая человеку синтезировать новое знание, развиваться и быть счастливым. Вот это определение на моем сайте, которое я написал. В основе разума находится система ценностей, в которой нет конфликта. Нет конфликта внутри человека. Понимаете? Значит, у ума есть конфликт, а у разума нет. Поэтому разум позволяет нам развиваться и идти вперед. Разум позволяет контролировать ум и чувства, отличать добро от зла, менять себя и видеть реальность жизни. Вот ум, к сожалению, не позволяет нам видеть реальность жизни, полную реальность. Понимаете? А разум позволяет. Значит, вот одна из тем нашей передачи, которая касается «Что же такое ум?» И ум, и разум являются системами мышления. Значит, но ум – это система мышления нашего тела, физического мира, в котором мы живем. И ум есть у большинства живых существ. Какие бы маленькие они ни были. У нас был когда-то хомяк, маленький Максик. Я говорил, Саша, посмотри, какой он умный. У него есть ум. А вот разума у него нет. Это возвращаясь к уникальности человека. Понимаете? То есть вот это вот то, о чем я говорю и из чего я исхожу, оно несет добро и любовь и пользу всем людям мира. И моя передача, передачи, которые я делаю, они имеют такую сверхзадачу. Понимаете? Поэтому я и был очень удивлен всем этим комментариям. Ну что же, тогда вернемся к уму. Что главное для ума? Главное для ума – две вещи. Две. Первое – это система выживания, страх, основной инстинкт. А второе – это удовольствие. Вот главное – получить удовольствие. Ум находит в этом огромную притягательность. А вторая вещь – это выжить, страх, вовремя спрятаться. И вот, к сожалению, ум нас приводит ко множеству ошибок в этой жизни. И мы страдаем из-за того, что наш ум несовершенен. И он не может вести нас по жизни. И вот в чем отличие от разума. А разум – это именно его функция – вести нас к счастью через развитие, через систему высших ценностей, в которой нету конфликта. Разум обладает своей определенной матрицей, матрицей созидания. И в этой матрице нет борьбы. Понимаете? К сожалению, человек, который писал комментарии, он находится в матрице борьбы, противостояния. Он обвиняет, он выносит суждения. Понимаете? Это типичная позиция ума, который вечно всем недоволен и хочет возвыситься и получить удовольствие. Да. Майкл? Да. Ну, я не уверен на том, что, к сожалению, я полагаю так, что для себя он не видит никакого сожаления. Наоборот, естественно, он считает, что… Да и любой человек, который спорит с кем-то, он считает, что он прав. Поэтому это два… Это даже говорил Дэрл Карниги. В споре никогда не раздалась истина. Это глупость, это какой-то совершенно глупый афоризм, который люди откуда-то, не откуда-то, а не я знаю откуда, взяли и повторяют друг другу. Но Дэрл Карниги, который умный мужик был, вообще-то говоря, он сказал, что это два… Ну, если не дурака, как два глупца о споре, толку никакого нет. Поэтому противопоставление никогда ничего… А почему это происходит? Потому что человек всегда считает, что он знает. И вот это глубочайшее заблуждение, потому что это называется интеллектуальная информация. Что мы можем знать, если мы владеем только тремя измерениями времени и пространства? Ну, на эту тему я делал много программ. Но вот это иллюзия. Иллюзия жизни, правильно? Это иллюзия, да. Поэтому, когда человек говорит, что я знаю, я могу привести афоризм другого великого ученого, философа, да, Сократа, который говорил… А почему тогда он говорил? Ну, да. На то время он был… И на это время, а на то время он был очень-очень признанным нацеливщиком. Так вот он говорил, я знаю, что я не знаю, что я ничего не знаю. А почему он такой вещь говорил? Вот странно почему это, да? Вот это точка. Это точка. Понимаете? На самом деле это глобальная точка развития. Пока человек не поймет и не признает сам перед собой, что он ничего не знает фактически. Вот он не начнет развиваться. И он не начнет искать учителей. Он не начнет слышать других людей. Ум, к сожалению, ум, который не отягощен знанием, я бы так сказал, он всегда стремится, он всегда ставит себя выше. Так я же умный, я сам умный. Я сам могу вас научить. Я хотел бы сделать некоторую ремарочку для тех, кто смотрит сейчас и будет смотреть в будущем. Ну и в записи, к примеру. Мы не говорим сейчас о конкретном данном случае человеке. Мы говорим просто о каком-то образе человека, который пытается что-то рассказать и противопоставить. Что-то чему-то. А какой смысл противопоставления? А вот именно смысл в каких-то амбициях своих вот он есть. Но на самом деле смысл должен быть только в одном. Если, допустим, я хочу помочь увидеть что-то, да, я высказываю свое мнение, чтобы помочь вам что-то увидеть в другую сторону, да, допустим. Вот эта вот помощь, но она исходит с любовью, понимаете, она должна исходить. Вот тогда мы ее принимаем и говорим спасибо вам огромное, потому что для меня это было ценностью. Я не могу видеть все. Я человек, я могу где-то что-то упустить. И для меня это очень важно, понимаете. Но, к сожалению, когда идет противопоставление такое без любви, на уровне какой-то агрессии, попытки оскорбить человека. Ну, я вот, я вам расскажу, я в лифте сына вез в школу, и там я ему говорю, Саша, слушай, вот меня один из зрителей программы, вот в комментариях, назвал меня инквизитором. У меня малыш ходит, значит, четвертый класс, а он говорит, папа, так это же хорошо, это же хорошо, потому что ты сможешь рассказать об этом, понимаешь, и у тебя будет больше рекламы, как бы, да, у тебя будет о чем поговорить. Он такой юный блогер. Молодец. Черный пиар – это пиар. В таком случае, Сергей, вот я смотрю, в этом чате, где мы с вами сейчас беседуем, 10 человек, 12 человек всего. Я смотрю на другом мониторе, ну, 5 человек, еще на одном мониторе, 3, вот у меня, Марина, 3 человека. Неинтересно, да, людям. А как вы думаете, почему? Вот эта высокоинтеллектуальная, я бы так сказал, беседа, ну, я шучу, в общем, беседа как бы очень для многих ни о чем. Не востребована эта информация, а? Как вы думаете? Все же интересуют другие. Вот вы ушли, сейчас я закончу, вот вы ушли со многих своих там работ, вы были там, ну, если не первым, то вторым режиссером, ну, в общем, довольно-таки хорошим и серьезным киношником, допустим, да, и где, ну, востребован в конце концов. Но вы со всеми, так сказать, этими эгрегорами распрощались, да, но они-то продолжают делать, это же интересно, люди смотрят фильмы, вот, это востребовано. Вот в предыдущей программе, скажем, 100 человек в чате, там речь идет о чем? О втором, как людям жить, а вы философствуете, Сергей. Нет, это не философия. Нет? Нет, это не философия. Я считаю, я считаю, что почему, во-первых, посмотрите, человек, вернемся к уму, хорошо? Чтобы ответить на этот вопрос. Человек ума, он, ум подвластен авторитетом, понимаете? То есть, вот то, чье имя на слуху, да, то, что есть в средствах массовой информации, то, вокруг чего какие-то события, связанные с чем-то интересным, где говорят много об этом. Вот это вот то, что привлекает ум, понимаете? И люди стремятся туда, за этим. Это просто информация, но она интересная информация, потому что связана с какой-то пропиаренной личностью. В данном случае мы не такие личности, да, у нас нет известности, да, но у нас есть то, что нами движет, понимаете? И у нас есть то, что мы можем передать. Поэтому, к сожалению, мало людей, но я думаю, что и будет больше, потому что надо правильно организовывать эти процессы, наверное, больше в них вкладывать, искать единомышленников. При помощи этих единомышленников надо создавать каналы, надо создавать социальные сети, там, где мы сможем общаться, да, и надо делать рекламу, и при помощи этой рекламы привлекать внимание, делать кино, делать фильмы, ролики. То есть надо создавать индустрию развития человека, индустрию, которая бы давала человеку конкретную помощь. Это такая же индустрия, как индустрия в психологии, допустим, гипнотерапии, да? Сергей, так вот надо делать, так вот вам и карты в руки, я бы сказал, камеру в руки. Да. Вот и снимайте, мы с вами уже говорили. Вот у нас Ольга пишет. Почему неинтересно? Очень даже интересно, но я, к сожалению, опоздал, но пересмотрю с удовольствием. Ольга, ну это же вопрос, так сказать, не прямой вопрос. Конечно, послушайте, во-первых, а для чего тогда я тут, скажем так сказать, вот программирую и планирую и веду эти программы? Если бы это не было интересно, конечно, интересно. Я вопрос задаю, это риторический вопрос, на который очень легко ответить. Но, к сожалению, мы, материя, мы воспринимаем себя как материя, поэтому мы ведем эти программы. Поэтому материи неинтересно вот эти вот философские рассуждения, где истина, Бог, да, а кто такой Бог, допустим, и так далее. Доказать, а ты его видел? Это доказать-то легко, понимаете? Знаете, какое самое, Сергей, ты знаешь, какое самое прямое доказательство того, что Бог существует? Вот какое? Ну, это потому что существует человек, я бы так сказал. Нет. Нет? Нет. Самое, самое классное объяснение. Ну, вот смотри, если бы не было предмета, да, так зачем тогда мы обсуждаем это? Мы обсуждаем только то, что существует. В кинофильме «Бриллиантовая рука» было, он там нажимал Николю, «Бамбармия», «Кюргуду», шутка. Что такое «Бамбармия»? Ты где-нибудь слышал такое слово? Нет, только в кино. Нет, не слышал. Если говорят о чем-то, да, то, наверное, это существует. Это самое, если бы не было предмета, так о нем бы никто не говорил. Если об этом говорят, причем все чаще и чаще, сейчас я так понимаю. То, естественно, во-первых, есть. Во-вторых, именно там это первая и последняя инстанция. У меня столько примеров я могу привести, но на это не хватит и там ни одной, и двух, и десяти передач. Дело в чем. Смотрите, как оно происходит. Ну, это, скажем, отдельно более подробно. Но я могу сказать, потому что я читаю тоже чат. Может, не всегда. Вот сегодня, допустим, чат был закрыт. Закрыт был чат админом, да, который мне потом написал. Но я проснулся очень рано, очень рано я проснулся. Я понял, почему я проснулся. Потому что вот именно поэтому. Значит, там началось противопоставление в чате. Сангейсен-дверграунд. Четыре человека сразу отписались. Они не хотят, люди слушают вот это вот. Это вот, ну, это же конфликтные ситуации из этого возникают. Так вот, интересная ведь ситуация, да, когда вот мы об этих вещах говорим, а вот мы сейчас в переходном периоде ведь, и человек, который контрадикт или который конфликтует, да, с другим человеком, он берет напрямую... У каждого человека есть позитивные и негативные качества. У любого человека есть, да. Мы материя, правильно? А материя, понятно, соответственным образом ведет себя. Так вот, человек берет самое негативное качество. Если ему что-то не нравится, да, и он на кого-то или там какие-то очень серьезные эмоции ненавидит, или там, допустим, там он презирает, или он ревнует, он берет, что самое интересное, на тонком плане, все негативные качества. И когда-нибудь чаще переполнится, да, вот этих вот негативных по сравнению с позитивными, каким бы он ни был, и тогда на физический уровень это перейдет, и все. Это именно та ситуация, которая сегодня и происходит в мире. То есть это именно та ситуация. То есть варна самскара, это означает уничтожение нежелательного населения планеты. И это не кто-то, президенты там, тем более. Нет, это не физические лица. Это они физические, но они обладают, то есть это высшие существа. И они выполняют просто функции, которые, ну вот, надо выполнить, чтобы закончить этот момент переходный к светлому. Вот мы сейчас говорим о светлом, понимаете? А, к сожалению, люди вот это светлое пока не хотят брать, им многим это неинтересно. Но мы идем в ту эпоху, где оно будет зашкаливать. Поэтому берите в руки карандаш. Мы начинаем вечер наш. Берите в руки камеру, Сергей. Да, и будем тогда делать полномасштабные программы. Мы можем вернуться к нашей теме знания. Значит, и в то же время вернуться к вопросу Бога. У нас есть Бхагавадгита, где у нас присутствует Кришна в этом произведении искусства, древнейшем, да, дается определение знания. Одно из определений. Но это определение исходит от верховной личности Бога. Значит, и оно имеет отношение к нашей теме непосредственное. Значит, вот как оно звучит. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому, невозмутимость, счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания, склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Кришна называет знанием процессы, заметьте, процессы внутри человека, осознание, происходящее внутри сознания, которое приводит к изменению человека, к изменению его ценностей, черт характера, к изменению его внутреннего состояния. Понимаете? Вот кто бы сказал, а почему он прямо не скажет, что такое знание? Но Кришна, он говорит, Арджуня, это фрагмент из диалога, вся книга построена на диалоге, значит, он говорит, я скажу только главное, только главное я передам тебе. Понимаете? И вот мы можем считать, что это и есть главное знание о том, как знание работает в человеке, что знание помогает человеку измениться, изменить в первую очередь себя внутри, приобрести другие черты, другие качества характера и другие навыки. Вот в этом есть суть знания. А, допустим, если мы обратимся к Будде, мы увидим теорию, теорию человека, значит, там чисто практическое знание, как изменить себя. Будда формулирует четыре истины. Первое. Жизнь – это страдания. Второе. Значит, есть путь, да, есть путь избавления от страдания, значит, он находится в нирване, да, и есть восьмеричный путь, путь, как изменить себя, чтобы уйти от страдания. И этот восьмеричный путь – это, значит, восемь принципов, конкретное знание, которое основано на высших ценностях жизни. Вот это вот конкретное знание, как себя изменить. То есть мы видим учителей, и мы видим вот это вот знание, знание от Бога, переданное нам через его посланников. Ну, я вас поздравляю, Сергей, вообще-то говоря, даже не ожидал, вообще-то. Вот. Приятно, так сказать, не удивлен, даже обрадован. Вы цитируете, не цитируете, процитирую, я могу. Вот. Я слушаю это уже на протяжении многих лет, вообще-то говоря, эти произведения, да. Вот. Таня, то же самое, да, Таня, Ольга, да, вы молодец, да, и благодарим вас, что вы участвуете в этих программах. Вот я обращаюсь внимание, еще раз, уважаемый, вот, человек, который я процитирую, я читаю чат. Да, да, да. Я не вижу, к сожалению. Не принимайте это персонально, но это есть просто некоторое непонимание того, что происходит, мягко говоря, некоторое. Вот смотрите, а Бхагавадгита, как же, читали? Отвечаю, пока, пока что нет, хотя в Индии бывал и посещал некоторые храмы. Еще смотрю немного со стороны, пока не греет. Вот. Библию, правда, два раза прочитал. Молодец. Но, значит, смотрите, ответ, Бхагавадгиту, как же, читали? Вот человек спрашивает конкретно, Бхагавадгиту. Нет, хотя в Индии бывало. Это что, ответ на это самое, а почему тут Индия? Ну, давай, сейчас секундочку, давай, я все-таки тоже, у нас беседует, правильно? Да. Индия к Бхагавадгите, и Бхагавадгита к Индии не имеет никакого отношения к ведам. Еще раз, веда – это не там, где они находятся, а веда – это там, где следует им. Это свод законов. Это свод законов от источника. Источник кто? С этим кто-то будет спорить? Не будет. Никто спорит. У каждого, может быть, он своим, да, каждый воспринимает сегодня свой, но, ребята, но вы же почитайте, ведь там же квинтэссенция, мудрость, это так называется. Это книга, это не книга, но она, как мы воспринимаем, что это книга. Так вот, она переведена, как можно не читать тогда книгу, которая переведена, в мире нет книги, в мире нет книги, которая не была бы переведена на такое количество языков и такое количество раз. И когда звучит Бхагавадгита, это знаете, что наступило? Наступила Кали-юга. Поэтому только и сейчас как раз и надо читать ее, потому что там мы к этому идем, вопрос. Не все это, к сожалению, увидят, потому что так, как мы себя ведем, и вот эти противопоставления, вот эти обвинения, вот эти шовинизм, национализм, понимаете, Холокост, вот это все, все вот эти измы, да, к этому переводятся. Что такое история вот сегодня была? Какой вы историей апеллируете? Та, которая в интернете написана, в учебниках по истории? Да вы смеете, что ли? Если Земля, если наша Вселенная существует на этот момент 155 триллионов лет, триллионов лет, о какой вы истории говорите, которые что, 100, 200, 300, 1000, 2000 лет, какая это история? Это не история, это крошечная, какая-то уже трансформированная, переписанная сотни раз в угоду кому-то или чему-то. Поэтому источник надо читать, кинди не имеющий никакого отношения. Сейчас я закончу, вот я, допустим, могу процитировать или даже прочитать. Дело в том, что природа устроила так, что материальная деятельность, это боговодительное материальная деятельность, которой мы занимаемся, и то, о чем вы сейчас, Сергей, как раз говорите, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Это цитата, да? Почему? Трудности подстерегает мы материя, и поэтому трудности подстерегает нас на каждом шагу, потому что мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя. И так было всегда, на всей земле. можно привести огромное количество примеров. Когда последнее сегодняшнее сообщение «Читаю, где выдаюсь?» идет противопоставление, идет провокационный какой-то комментарий, какой-то вопрос, на что отвечают люди. Вот посмотрите туда, фашизм, допустим, где-то в Украине это все. Был Советский Союз. Фашизм, откуда он взялся, это слово, потому что немецкая Германия или фашистская Германия напала на Советский Союз. Но и в Советском Союзе это же был единый и неделимый народ был, правильно? Это страна была, где сражались русские и украинцы вместе, евреи сражались, правильно? Вместе сражались. Почему сегодня происходит, а почему? А потому что страна разделилась. Она и должна была разделиться, потому что там тоже, это же, смотрите, вот Соединенные Штаты, возьмем, Соединенные Штаты, на которые, опять же, это совершенно дурацкие противопоставления Запад и Восток. Да нет такого понятия. Что значит Запад и Восток? Я поеду сейчас в другую сторону, я поеду на Восток, поеду в эту сторону, поеду на Запад и все равно приду в эту точку, правильно? Какой Запад и Восток? Зачем это надо? И здесь Запад, и там Запад. Вот я живу, и там я жил на Западе в СССР, и здесь я живу на Западе, Восток совсем не в том месте. Вот я был в том месте, где Солнце не встает на Востоке и садится на Западе. Можете себе представить, я был там, где Солнце встает и там же оно садится. Вот как это понять? А потому что там экватор находится. Вот я был в том месте, где я видел, Солнце в одном и заходит в этом месте. Так где я нахожусь, на Востоке или на Западе, в конце концов? Вот странно как-то, да? Так вот, что происходит? Значит, Соединенные Штаты, о которых никто нифига не знает. Но вот я-то здесь живу, поэтому я же могу сказать, я же могу сравнивать. Я бывал в Индии и посещал храмы. И я бывал в Индии и посещал храмы. Но я посещал храмы, и я ходил по той земле, где ступала нога не человека. Вот. Поэтому я могу чувствовать эту энергию. Вот. Но к примеру, я сравниваю Северский Союз, да, и то, что было. И, скажем, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, это не просто страна Соединенные Штаты. Это Штаты. Да, Штаты. Которых 50, допустим, Штатов. 52. Неважно. Значит, каждый штат, губернатор штата может игнорировать скажем, указ президента. В каждом штате. Вот у нас, допустим, здесь не Штаты, у нас есть графство, если так просто, чтобы это было, да. Каунти это называется. Так вот, можете представить, в каждом каунте, вот на одном перекрестке находятся три разных вот этих вот графства. Три. В каждом из них есть своя полиция, свой муниципалитет, своя пожарная, не одна пожарная, куда вся страна едет, понимаете, и так далее. Все одно. Нет. Значит, если ты пересек, допустим, какую-то границу, формально, там нет границ, там что-то, не колючая провода, понятно, да. А там стоит столбик, где написано вот это вот, пригород будем называть его такой. Вот пересек, полиция уже, скажем, машина другого цвета, да, полиция. И в принципе, конечно, тебя остановят там, да. Но ты находишься под юрисдикцией того штата. А что было в Советском Союзе? Ну, тем не менее, страна была единая и неделимая, и она сражалась против Фашиста вместе. Почему об этом не говорят? Вот об этом же надо говорить. Когда мы едины и неделимы, тогда нам легче. А когда нас разделяют, вот тогда будет тяжело. Вот и все. Поэтому сегодня каждый противопоставляет себе свое, и каждый дундит свою дудку, понимаете. И тогда, конечно, будет очень тяжело. Это положение изменится, и довольно скоро. Я предполагаю о том, что, не предполагаю, я знаю, о том, что вот, скажем, такие беседы, да, где не одна говорящая голова, а хотя бы две. Контраст, понимаете. Одна лыся, другая голода. Тоже хорошо. Одна молодая, другая, так сказать. Тоже духом. Да, я бы хотел... Да, поэтому мы... Все уже сейчас, да. Поэтому вот эти программы, такие беседы, а по воскресеньям у нас идут конкретно с Игорем Каром, вот у нас будет в воскресенье, программа с Игорем, да, но она будет по другому поводу, но тут все связано, понимаете. Скажем, там, и отношения, вот у нас по отношениям, вот его курс стартует. Сергея курс еще впереди, а вот у Игоря Каро сегодня начался курс. Это совершенно невероятный человек, который изучает уже очень и очень много лет, да, который президент храма вообще-то был. То есть под его, так сказать, началом и руководством было очень и очень много людей. То есть это не по наслышке человек знает. Вот эти вещи, они будут очень и очень скоро восприняты гораздо больше, чем сегодня наши материальные. И куда там мне, почему Вася не сходится с Машей, почему Вася с Петей сходится, почему сегодня вообще уже черт и что. Сергей, слушаю вас. Я хотел прокомментировать, да, хотел сказать, вот почему это становится возможным. Вот почему становится возможным разделять людей, вкладывать им в головы противоположные какие-то позиции, да, пробуждать в них агрессию, агрессию, даже ненависть, да. Почему это вообще возможно? Оно вот и становится возможным только потому, что людей убеждают в том и дают им знание только в материальной природе. И исходя из этой материальной природы, да, говорят, а почему эти лучше, а эти хуже? Нет, а вот мы должны что-то у них забрать, или вот они плохие, просто плохие, понимаете? Просто мне не нравится, и все. И я прав, потому что я сильнее, понимаете? То есть в чем вообще я вижу корень проблемы этой? Корень этой проблемы очень прост. У человека есть две природы. Есть материальная и духовная природа. И наша духовная природа обладает, тоже обладает структурой, но эта структура, она там внутри, она невидимая, понимаете? Да, структуру материального мира мы видим. У нас есть тело, да, мы хорошо это знаем. У нас есть чувство, у нас есть ум, да, и ум обладает желаниями, да, и в нем же сосредоточены наши инстинкты. Это материальная природа. А вот где же наша духовная структура? Где она? И надо понять, что если мы не обладаем знанием о духовной структуре, мы никогда не сможем быть счастливыми. Никогда. И мы никогда не сможем нормально развиваться, да. Вот почему это имеет такую большую важность. Так вот, духовная структура и знания об этой духовной структуре, их практически нет в этом мире. Мы делаем цитаты Будда, Гавадгита, понимаете? Вот Христос, о Христе я еще ничего не говорю. Вот они принесли это знание о духовной структуре человека, да, но оно, к сожалению, достаточно отрывочно, и оно нам тяжело, оно не систематизировано. Мы не можем его легко усвоить и легко понять, понимаете? В единическом знании это достаточно сложно. Будда попытался упростить это, да, и мы видим буддизм как огромную религию, да, и очень многие люди приходят к буддизму, потому что там есть конкретное знание, как сделать свою жизнь лучше, да. Христос принес знание об истине, о том, как человеку измениться и начать развиваться. Вот эти вот духовные учителя человечества, каждый из них принес часть определенную. Из этого знания мы можем и увидеть вот эту духовную структуру, да, и понять, как она работает, эта структура. И когда мы вот этот наш внутренний конфликт между духовным и материальным уберем изнутри себя, обретем цельность, вот тогда человек начнет совсем по-другому относиться к другим людям, и не будет, не будет этой концепции борьбы, ненависти, неприятия, потому что это все исходит из материальной природы. Ну, для этого, да, нам надо рассказывать об этом, делиться этим, да, развиваться в этом. По поводу, Сергей, я прошу прощения, у нас программа заканчивается. Да, да, да. Вот я хочу, опять же, на экране, если вот я посмотрел, хочу напомнить, пишет человек, что Христа распяли, вы начали говорить про Христа, поэтому я привожу ссылку, Христа распяли тогдашние авторитеты и мыслители, прокуратор и первосвященник, а народ поддержал это решение, освободив варраву. Да, я читал это сообщение в чате, я хотел его комментировать, я даже его вот скопировал и вставил себе в текст. Я хочу сказать, что это не совсем так на самом деле, потому что Христа распяли по требованию властей, то есть по требованию иудейских властей, которые хотели защитить себя, которые боялись то, что народ объявит Христа царем и всю власть отдаст ему, понимаете? И это описано в Евангелии, есть вот это описано, почему? Чтобы наш народ не пропал якобы из-за этого, из-за Христа, мы должны убить его, понимаете? Это потребовало власть, но, естественно, власть имеет давление на народ, поэтому народ и требовал. На самом деле, Понтий Пилат не хотел казнить Христа, это тоже описано. И он с большим уважением к нему отнесся, но он был вынужден подчиниться этому требованию, к сожалению. Но я хотел бы вернуться к тому, что то, что произошло с Христом, оно должно было произойти, потому что Христос был Мессия, и его путь был предопределен, и он говорил много раз в Евангелии своим учителям, что, что бы ни произошло, все решено, и только зависело от него. И он взывал в момент, когда ему было очень больно, и ему надо было идти на смерть, он обращался к отцу и просил, отец, ну как-нибудь помоги, ну я понимаю, но он сказал, да, это невозможно изменить, понимаете? Он должен был закончить свою миссию, и окончание его миссии было связано с тем, что он был убит, причем жестоко убит, да, значит, и с тем, что он вернулся к жизни. Христос совершил то, чего никто не совершал в этом мире, поэтому это была его миссия, иначе бы его не запомнили, и он бы не стал тем, кем он стал. Он воскрес, и кто бы что ни говорил, каким образом это произошло. Это произошло, это перед тем, как его схватили, он сказал своим учителям, он говорил им о том, что вы придете ко мне, сейчас не можете прийти, но потом придете, потому что его казнь и его воскрешение было окончанием образа, знания, которое он оставил на тысячи лет нам. Понимаете? Вот о чем я хотел сказать. Хорошо, Сергей, спасибо. Ну, я сейчас просто пару дополню, может быть. Пилат, он спросил, ну, вот сказать, на собрании, да, народ, кого из двух вы хотите, чтобы я отпустил вам, народу, он говорит, и люди в один голос заявили, в арабу, да, а что же я сделаю Христу или Иисусу, называемый Христом, спросил тогда Пилат. На это они закричали, да будет распят. Значит, мы слишком, друзья, много внимания уделяем техническим подробностям и деталям, причем понятия не имея смысла этого всего. То есть, дело совсем не в этом и не в этих технических. Где он там был и как он воскрес, дело-то не в этом. Да, это правда, действительно, это было, я об этом уже ни одну программу там делал. Это описано везде, это в Ватиканской библиотеке содержится, исследователь, русский исследователь, по фамилии Натович, об этом написал. Да, но дело не в этом. Дело в том, что Иисус Христос был послан, во-первых, он много лет учился в Индии, он учился у святых, он научился делать, обладать мистическими вот этими термоферствованиями, хотя он и так мог. И он мог одним щелчком уничтожить весь Рим, но у него смысл-то всего этого был другой. Он пришел на землю всего лишь для одной цели, дать любовь. Поэтому он все время об этом и говорил. И тело, а люди-то воспринимают в этом-то и смысл того, кто мы есть, тело, материя или мы есть душа. Если мы есть душа, тело будут страдать, но это страдание временное, а вот душа может страдать достаточно долго. Почему? Потому что она каждый раз страдает, находясь в этом теле. Потому что прерогатива души не быть в материи. А душа – это любовь, правильно? И ничего более. А все основное – это уже, так сказать, мы тут на земле, все вот это мы придумали и делаем, и живем так, поскольку, ну, к сожалению, игнорируем законы. Вот. Поэтому он избрал такой путь, но находясь на шесте, и это не был тот крест, который сегодня, сегодня, опять же, извращение, это все. это было не, это не, это не крест, это буква «Т» была, там даже не креста, не крест был. Вот. Его просто, так сказать, прибили, и он, что он сделал? А люди, ну, ты же, это самое, мессия, да, так вот, давай от себя освободи, да, а вместо этого он вызвал к Богу. «Олаи, олаи» – это вызвание к Богу, да, «Забери душу мою». Вот, и все. Поэтому весь этот смысл был именно в этом, а не в том, а народ-то, народ что? Это был эпизод, это был второй эпизод пришествия в Калиюгу на землю Аватара, который был послан свыше. Первый был Будда, потом был Пристос, потом, ну, и так далее. Но это отдельная программа. Сергей, ну, мы закончили программу, благодарю, как всегда, это было, еще раз, я полагаю так, что, я не полагаю, я знаю, как только мы начнем вот это вот делать в более таком визуальном формате, у нас появятся люди, потому что у нас в планах с Сергеем, это, так сказать, нашим зрителям, очень интересные такие создания эпизодов именно с точки зрения, ну, клипов сегодня, так это модно называть, да, где будут разыгрываться с профессиональными, возможно, да, Сергей, это я правильно говорю? Да, с курами будут разыгрываться эпизоды, и вот это, нигде этого нету, поэтому я бы советовал, так сказать, участвовать в этих программах и благодарю всех зрителей, которые смотрят сейчас, и которые будут смотреть нас в записи, ну, и мы желаем, как всегда, Сергеем, божественной любви всем, кто участвует в программах, даже тем, кто конфронтирует, ну, пока не время, это же нет никаких проблем, да, допустим, мы же не конфликтуем, мы же не противоречим, мы же не пытаемся, просто есть ситуация, и эту ситуацию надо рассматривать, ситуация, если вы спросите, кто он такой был, для чего он пришел, а не детали, кого освободил, я тогда сейчас приведу это самое, Александра Дюма и графа де Монте-Кристо, когда там был Луиджи Вампо и Пеппино, да, два разбойника, да, одного, значит, четвертовали, а второго освободили, а почему? А потому что граф де Монте-Кристо, значит, освободил, там, дал деньги и освободили, значит, вот и все, ну, так что тогда мы сравниваем, что к чему мы сравниваем? Это не, это не, не корректное сравнение, потому что оно ни к чему не ведет, оно ни о чем не говорит, оно как раз таки говорит, если об этом рассуждается в таком контексте, это тогда говорится о непонимании вообще, для чего, кто такой тогда был Иисус Христов, за какой цели он пришел сюда, это был аватар, сын Бога, и сегодня ждут, да, и будут приходить последователи, все ждут Мессию там, или второе пришествие Христа, но это не сегодня, это мы поговорим в другой раз. Сергей, благодарю. Да, спасибо, можно одно слово, я бы хотел призвать к любви, к любви и к созиданию, вот это главное, в наших отношениях и в наших делах, поэтому и я говорю с любовью, и спасибо вам большое, я очень рад. Всего доброго, дорогие друзья, до новых встреч. До новых встреч.